Пушки с Петропавловской крепости дал сигнал к началу празднования Дня Военно-Морского Флота России. Верховный главнокомандующий Вооружёнными Силами Российской Федерации, Министр Обороны Российской Федерации и главнокомандующий Военно-Морским Флотом начали движение к парадному строю кораблей, находящихся на рейде Петропавловской крепости. Катер приближается к большому десантному кораблю «Минск». Командир корабля, капитан третьего ранга Антон Никулин. Большие десантные корабли проекта 775 являются основными силами высадки морского десанта на необорудованное побережье, переброски войск и бронетехники в ходе морских операций. Экипаж большого десантного корабля «Минск» принимал участие в антитеррористической операции в Сирийской Арабской Республике. Здравствуйте, товарищи! В парадном строю экипаж малого противолодочного корабля «Уренгой». Командует кораблем капитан-лейтенант Константин Кузовлев. В 2017 году в составе тактической группы противолодочных кораблей экипаж корабля завоевал кубок главнокомандующего военно-морским флотом в состязании по противодействию подводным лодкам противника. Поздравляю вас с днём военно-морского флота! На пути следования президента Российской Федерации гвардейский ракетный катер «Димитровград», который представляет единственное на Балтийском флоте гвардейское корабельное соединение. Командир корабля — капитан третьего ранга Иван Дмитренко. Поздравляю вас с днём военно-морского флота! Мощное ударное ракетное вооружение и большая скорость корабля позволяют ему в составе корабельной группы наносить ракетные удары по надводным кораблям и судам противника. Корабль принял участие в 30 сбор-походах кораблей Балтийского флота, выполнил десятки боевых упражнений, используя корабельную артиллерию, средства радиоэлектронной борьбы и переносные зенитно-ракетные комплексы. Российский флот во все времена свято чтил морские традиции, многие из которых берут своё начало ещё с Петровской эпохи, одной из старых и особо почитаемых флотских традиций является военно-морской парад. В различные исторические периоды взгляды на проведение морских парадов подвергались существенным изменениям. Происходили масштабные преобразования в обществе, пересматривались взгляды на применение военно-морского флота, совершенствовался его состав. Но сущность парада осталась прежней с Петровских времён до наших дней. Парад кораблей – один из важнейших видов воинского ритуала военно-морского флота. Проводится он в дни официальных праздников и торжеств государственного и военного значения, а также после крупных учений или манёвров. В последние годы парад кораблей стал основной составляющей празднования Дня военно-морского флота России. Кругом! Для встречи справа! Широ! Катер президента Российской Федерации приближается к парадной линии кораблей, находящихся на университетской набережной Санкт-Петербурга. Первый в парадном строю – корвет «Стойкий» командует кораблём капитан третьего ранга Антон Ганниев. Катер президента Российской Федерации поздравляем вас с днём военно-морского флота! Ура! Корвет «Стойкий» относится к классу многоцелевых кораблей в ближней морской зоне. На борту корабля комплексы управляемого ракетного оружия «Уран» и «Редут» – многофункциональное артиллерийское и минно-торпедное вооружение. Катер президента Российской Федерации приближается к бригаду нового поколения адмирал Макаров, командир корабля – капитан второго ранга Григорий Бреев. «Стойкий» Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте! Поздравляю вас с днём военно-морского флота! Ура! Адмирал Макаров – третий из серии кораблей, построенных на судостроительном заводе «Янтарь» для Черноморского флота. Первые бригады «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» уже вошли в состав флота и успешно участвовали в военной операции в Сирийской Арабской Республике. Завершает парадный строй кораблей большая дизель-электрическая подводная лодка «Дмитров». Командует кораблем капитан 2-го ранга Сергей Олейников. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с днём военно-морского флота! Подводная лодка проекта 877 является одной из самых малошумных подводных лодок в мире. Корабль предназначен для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника. Подводная лодка «Дмитров» построена на судостроительном заводе «Красная Сорвова». В 2014 году она прошла модернизацию на Кронштадтском морском заводе. Корабль оснащен современным минно-торпетным вооружением и способен выполнить боевые задачи как в нижней, так и в дальней морских зонах. За время службы подводная лодка неоднократно принимала участие в российских и международных учениях. Сегодня экипаж корабля надёжно обеспечивает испытание строящихся кораблей нового поколения. Президент Российской Федерации завершил обход кораблей, стоящих на рентине вы, и направляется к Атмиралтейской набережной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Военно-морские парады стали проводиться в стране на регулярной основе в дни государственных праздников. Катер президента Российской Федерации швартуется у Адмиралтейской набережной. Все субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здri Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok На краю! Дима Торзок 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 КОНЕЦ 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 ВОЛЬНО! Президент Российской Федерации Товарищи матросы, старшины, мечмины, офицеры и адмиралы, дорогие ветераны, поздравляю вас с днем военно-морского флота. Этот праздник отмечают в каждом регионе России и, конечно, с особой торжественностью на базах и в гарнизонах Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов, Каспийской флотилии. История России неразрывно связана с победами ее отважного, неустрашимого военно-морского флота. Высокий статус страны как мощной морской державы был завоеван мужеством матросов и офицеров, талантом кораблестроителей, смелым поиском первооткрывателей. На протяжении столетий храбрость и стойкость российских моряков закалялись в боях. На море и на суше оттачивалось их ратное мастерство. Укреплялись традиции уникального морского братства. В годы Великой Отечественной флот насмерть стоял у берегов и рубежей Родины. Навечно в летописи Великой Победы битвы за Одессу и Севастополь, подвиги североморцев, легендарные рейды советских подлодок, оборона Ленинграда и неприступный Кронштадт. Флот и преданность Отечеству неразделимы. Как говорил адмирал Нахимов, у моряка нет трудного или легкого пути. Есть только один – славный. И сегодня этим заветом верны все, кто служит в надводных и подводных силах, в морской авиации, в береговых войсках, кто работает в кораблестроительной отрасли, высокие нравственные и профессиональные качества были и остаются основой успешной службы на флоте. И они будут подкрепляться всемерной поддержкой государства. Сегодня многое делается для развития и обновления военно-морского флота. В строй вступают современные корабли, совершенствуется система боевой подготовки личного состава. «Морское дело» – это выбор сильных, волевых людей, способных бросить вызов стихии, тех, кто не мыслит себя без моря, без трудной и благородной службы Отечества. Уважаемые друзья, сегодня военно-морской флот решает не только традиционные для него задачи, но и достойно отвечает на новые вызовы, вносит значимый вклад в борьбу с терроризмом, пиратством. Мояреками современного военно-морского флота будут гордиться дети и внуки. Уверен в этом, потому что блестящая выучка, оперативность, дисциплина подтверждаются и на учениях, и в боевых операциях. Спасибо всем, кто ждёт вас у семейного очага, согревает вас любовью. Благодарю вас за готовность и умение решать самые сложные задачи, и верность нашей Родине, нашему народу. Слава военно-морскому флоту! С праздником! Ура! Слава военно-морскому флоту! Слава военно-морскому флоту! Слава военно-морскому флоту! Слава военно-морскому флоту! День военно-морского флота в России поистине стал всенародным и любимым праздником. Празднование идёт по нашей стране от берегов Тихого океана до Седой Балтики, от суровой Арктики до Черного моря. Но всё же главные торжества пройдут здесь, в морской столице России на Неве, у стен главного адмиралтейства страны и в Кронштадте. Сегодня, восстанавливая исторические традиции российского флота, впервые в новейшей истории России решением президента Российской Федерации проходит главный военно-морской парад. Парад проходит одновременно на всех плотах военно-морского флота. К участию в параде привлекаются также корабли, находящиеся на боевой службе в восточной части Средиземного моря. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Шведские, с частично уцелевшими экипажами. Лигующий народ с восторгом приветствовал победителей. С адмиралтейской и петербургской крепостей трижды салютовали из всех пушек. Парады кораблей российского флота проводились и другими монархами. Так при Екатерине II в 1796 году по случаю отправки эскадры адмирала Спиридова в Средиземное море на войну с Турцией состоялся морской парад. В царствовании Александра I проводился высочайший смотр эскадры адмирала Синявина. Наиболее масштабно парад кораблей российского флота был проведен императором Николаем I 3 июля 1836 года. В этот день Балтийский флот был выстроен в три линии на Кронштадтском рейде. Начинается морская часть парада. Открывают прохождение парадного строя кораблей противодиверсионные катера с государственным флагом Российской Федерации, флагом Министерства обороны Российской Федерации и военно-морским флагом. Россия – великая морская держава. В силу своего географического положения, грандиозных географических открытий, успехов в освоении и развитии новых земель, блистательных побед российского флота, выдающихся достижений отечественной науки и промышленности в подводном и надводном кораблестроении. Как и любая великая держава, Россия имеет свои особые интересы в Мировом океане. Присутствие кораблей под государственным флагом Российской Федерации в Дальней морской зоне обеспечивает защиту интересов нашей страны в стратегически важных районах Мирового океана. В парадном строю противодиверсионный катер «Юнармеец Каспия», названный в честь нового патриотического движения современной молодежи, призванного возродить лучшие традиции защитников земли русской. Сегодня в парадном строю пройдут «Юнармеец Балтики», «Заполярья», «Камчатки», «Приморья» и «Крыма». Командует группой катеров старший митчман Александр Косинский. Противодиверсионные катера проекта «21-980 Грачонок» предназначены для борьбы с диверсионно-террористическими силами в акваториях пунктов базирования и ближних подходах к ним, а также для оказания содействия пограничной службе при защите морской государственной границы России. Катера этого типа выполняли задачи по обеспечению безопасности сильных олимпийских игр в Сочи, экономических форумов в Санкт-Петербурге. Вдоль Адмиралтейской набережной проходит десантный катер с ботиком Петра I, дедушкой русского флота. Первая встреча ботика с боевыми кораблями Балтийского флота состоялась 11 августа 1723 года, накануне второй годовщины Нештадского мира, вложившего конец многолетней Северной войне и возвестившей миру о выходе России к Балтийскому морю. В честь этого события корабли выстроились в линию на Кронштадтском рейде. Сегодня традиция, заложенная Петром Великим, возрождена. Военно-морской флот стал океанским, ракетно-ядерным и способен защитить национальные интересы Отечества в любой точке Мирового океана. Моряки помнят и свято чтут традиции и историю российского флота, который насчитывается более 320 лет. В парадном строю проходят патрульные катера типа «Раптор», построенные на ленинградском судостроительном заводе «Пелла». Это самые быстроходные корабли в составе военно-морского флота. Их скорость может достигать 50 узлов. Это около 100 км в час. Корабли предназначены для обеспечения безопасности судов на незащищенных рейдах, обнаружения, перехвата и задержания маломореходных целей, обеспечения подразделений специального назначения военно-морского флота, выполнения задач по поиску и спасению людей в районах несения боевого дежурства. Катера несут боевые знамена и флаги прославленных в годы Великой Отечественной войны соединений военно-морского флота. Нарей Деневы – боевое знамя Киркенесской ордена Ушакова 1-й степени бригады охотников за подводными лодками Северного флота. Проходит патрульный катер Черноморского флота с боевым знаменем 1-й Севастопольской ордена Нахимова 1-й степени бригады торпедных катеров Черноморского флота. В годы Великой Отечественной войны личный состав бригады участвовал в Керченско-Педосийской десантной операции, Новороссийской операции, в боях с Затаманским полуостров, освобождал Одессу и Крым. За мужество и героизм тысячи матросов-катерников были награждены орденами и медалями. Патрульный катер из состава Крымской военно-морской базы проносит боевое знамя 1-й ордена Ушаковой 1-й степени бригады троллиния Черноморского флота. К Адмиралтейской набережной приближаются патрульные катера юнормеец Балтики и юнормеец Крыма с боевыми знаменами 1-го и 2-го гвардейских дивизионов бронекатеров Волжской военной флотилии. Дивизионы принимали активное участие в героической обороне Сталинграда, действуя на водных коммуникациях. Огнем реактивных минометов уничтожали живую силу и бронетехнику противника. За мужество и героизм, проявленные личным составом при освобождении Югославии, 1-му дивизиону было присвоено почетное наименование «Белградский». Боевое знамя 1-й краснознаменной бригады троллиния Балтийского флота доверено пронести лучшему экипажу патрульного катера Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота. К Адмиралтейской набережной приближается противодиверсионный катер юнормеец Заполярья с боевым знаменем краснознаменной ордена Ушакова 1-й степени бригады торпедных катеров Северного флота. За мужество и героизм, проявленные личным составом бригады при освобождении города Печенга, бригаде присвоено почетное наименование «Печенгская». Сенатская площадь встречает боевое знамя 7-го отдельного сахалинского краснознаменного дивизиона тральщиков Тихоокеанского флота. Подвиги моряков-тихоокеанцев навечно вписаны в славную историю военно-морского флота. Экипаж противодиверсионного катера, входящего в состав подводных сил Северного флота, с гордостью проносит боевое знамя краснознаменной ордена Ушакова 1-й степени бригады подводных лодок Северного флота. Во время войны подводные лодки бригады активно действовали на коммуникациях противника, срывали его воинские перевозки в Баренцевом море прикрывали союзные конвои от ударов вражеских надводных кораблей. Ее действия отличались новаторством в тактике, смелыми и дерзкими атаками. На рейде не влип, противодиверсионный катер на Тимовец. Экипаж корабля высокими результатами в боевой подготовке добился право пронести на параде боевое знамя 1-й краснознаменной ордена Нахимова 1-й степени бригады торпедных катеров Балтийского флота. В годы войны бригада участвовала в обороне Лиепаи, Таллина и Моунзунских островов. Вела боевые действия против противника в Рижском, Финском, Нарвском и Выборгском заливах. В ходе боевых действий бригада потопила 93 и повредила 32 корабля противника различного назначения. Все матросы и офицеры бригады были представлены к государственным наградам, а 11-ти присвоено звание Героя Советского Союза. К Адмиралтейской набережной приближается катер с боевым знаменем 1-й краснознаменной бригады торпедных катеров Тихоокеанского флота. Немеркнущая слава защитников Дальнего Востока и Приморья вдохновляет молодое поколение моряков на достойное выполнение задач учебно-боевой деятельности, способствует повышению уровня боевой готовности личного состава флота. Завершает прохождение парадной группы катеров десантный катер на воздушной каверне. Катера этого типа предназначены для высадки боевой гусеничной техники морской пехоты на необорудованное побережье. За счет особенностей конструкции скорость катера может достигать 36 узлов. На борту катера бронетранспортер БТР-82 основная боевая машина морской пехоты. Командир катера старший митчман Максим Фоменко. Прадед Максима рядовой цыганков Николай Степанович в марте 1943 года погиб в боях за город Вязьму. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В эльваторном строю рейдовые и базовые тральщики прославленной краснознаменной бригады кораблей охраны водного района Ленинградской военно-морской базы. Россия является родиной не только минного оружия, но и тральщиков. Во время Великой Отечественной войны одним из первых гвардейских кораблей военно-морского флота стал тральщик Т-205 «Капель». Многие матросы, старшины и офицеры тральных сил удостоились высоких государственных наград. Для выполнения противоминных действий тральщики оборудованы глубоководными, контактными, электромагнитными и акустическими тралами. Для решения задач самообороны на них установлены 30-мм артиллерийские установки АК-306. Тральное вооружение этих кораблей позволяет корабельными средствами обнаружить все типы морских мин на различных глубинах. Тральщики представленных проектов успешно проводили операции по разминированию Суэцкого канала и Персидского залива. В 2009-2010 годах тральными силами Балтийского флота были успешно решены задачи по разминированию акватории Финского залива и Балтийского моря В ходе строительства газопровода Северный поток было обезврежено более 60 взрывоопасных предметов. В 2011 году тральные силы Северного флота выполнили задачи по разминированию Обской кубы и прибрежной части Карского моря. В парадном строю морской тральщик нового поколения Александр Обухов спроектированный Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» Командует кораблем Капитан 3-го ранга Сергей Тихонов Корабль противоминной обороны открывает новую страницу в развитии минно-натральных сил военно-морского флота. Корабль не имеет аналогов по своим конструктивным особенностям и тактико-техническим характеристикам. Он предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для корабля дистанции. Корабль имеет уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии. Проект должен стать базовой платформой по созданию кораблей противоминной обороны в ближней морской зоне. Экипажи тральщиков ежедневно совершенствуют морскую выучку и профессионализм. В текущем году тральными силами флотов проведено более 20 учений различного вида и более 200 боевых упражнений. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин В 1699 году Андреевский флаг был определен Петром Первым как официальный символ российского флота. Первым в России корабельном уставе прямо указывалось флаг белый, поперек этого имеется синий Андреевский крест, поем Россию окрестил он. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На фарватер Невы выходит корабельно-ударная группа из состава прославленной краснознаменной Ордена Нахимова первой степени бригады ракетных кораблей и катеров Балтийского флота. В этом году соединение торжественно отметило славный юбилей 90 лет со дня образования. Возглавляет парадный строй ракетный катер Чувашия проекта 12-41 молния из состава 1-го гвардейского дивизиона ракетных катеров. Командует кораблем капитан 3-го ранга Артем Старков. Корабль предназначен для уничтожения боевых кораблей транспорта и десантных средств противника усиление противовоздушной обороны групп кораблей от низко летящих средств нападения прикрытие этих групп от атак легких сил противника Россия является первооткрывателем в области постройки ракетных катеров малые размеры корпуса высокая скорость маневренность и наличие ударного ракетного оружия внесли заметные коррективы в тактику военно-морских сил в этих небольших кораблях парадоксальным образом сочетаются малое водоизмещение и огромная ударная мощь малая стоимость и высокая боевая эффективность за период нахождения в составе Балтийского флота катер выполнил более 40 боевых дежурств в составе корабельной ударной группы флота более 80 ракетных и артиллерийских стрельб представлял военно-морской флот России в Дании Швеции и Финляндии кораблем пройдено более 15 тысяч миль продолжает строй ракетных кораблей малый ракетный корабль Гейзер командует кораблем капитан третьего ранга Владимир Козельцев корабли этого проекта получили на плоте название Оводы сгусток боевой материи водоизмещением 700 тонн даже невооруженным глазом видно насколько корабль оснащен оружием и боевыми системами на борту этого сравнительно небольшого корабля 6 пусковых установок противокорабельной крылатой ракеты Малахит зенитно-ракетное и артиллерийское вооружение за годы службы малый ракетный корабль Гейзер принял участие в 35 сбор походах кораблей Балтийского флота выполнил более 60 боевых дежурств в составе корабельной ударной группы Балтийского флота успешно выполнил задачи ракетных и артиллерийских стрельб всем малым ракетным кораблям этих проектов присваивались погодные имена традиционные для героических сторожевых кораблей Великой Отечественной войны Бриз Муссон Туман именно поэтому на плоти за ними закрепилось название дивизион плохой погоды главком военно-морского плота Советского Союза Адмирал Горшков называл эти корабли пистолетом у виска империализма Завершает прохождение новейший малый ракетный корабль Серпухов который представляет новое поколение ракетных кораблей военно-морского плота построенных Зеленодольским судостроительным заводом командир корабля капитан-лейтенант Петр Люшин корабль оснащен комплексом высокоточного ракетного оружия с вертикальными пусковыми установками калибр позволяющими наносить удары крылатыми ракетами как по морским так и по наземным целям зенитно-ракетный комплекс а также 100-мм артиллерийскую установку отличительной особенностью этих кораблей является специальное покрытие корпуса и особая конструкция плоскости его силуэта что значительно уменьшает вероятность обнаружения корабля в море в декабре 2015 года корабль зачислен в состав военно-морского флота и уже с марта по июль 2016 года выполнял задачи боевой службы в восточной части Средиземного моря принял участие в военной операции в Сирийской Арабской Республике за короткое время корабли Зеленый Дол и Серпухов осуществили межплотский переход из Средиземного в Балтийское море и в настоящее время обеспечивают неприкосновенность западных морских границ России экипаж корабля готов выполнить любые задачи Родины на экранах город воинской славы Кронштадт в ходе главного военно-морского парада корабли которые по своему водоизмещению и осадке не могут зайти в небу пройдут здесь морским судоходным каналом Санкт-Петербурга именно здесь на Кронштадтском морском рейде молодой царь Петр провел первый смотр сил российского флота по случаю второй годовщины нештатского мира от причалов Кронштадта уходили эскадры адмиралов Спиридова и Синявина чтобы принести славу Черноморскому флоту отсюда в небытие ушла эскадра адмирала Рожественского здесь были снаряжены знаменитые исследовательские экспедиции Лазарева и Белинсгаузена Крузенштерна и Лесянского Кронштадт Голыбель Голыбель Российского флота его сердце и духовный центр Возрожденный Кронштадтский морской собор вновь распахнул врата чтобы молитвою о флоте поддержать наших моряков выполняющих задачи вдали от родных берегов В канун главного военно-морского парада в собор были привнесены мощи святого праведного воина Федора Ушакова адмирала российского флота не знавшего поражения В парадном строю противолодочная тактическая группа в составе малых противолодочных кораблей Казанец и Зеленодольск большого противолодочного корабля вице-адмирал Кулаков командует тактической группой капитан первого ранга Андрей Клеменко Корабли этого класса предназначены для поиска слежения и уничтожения подводных лодок самостоятельно и в составе корабельной поисково-ударной группы обеспечения противолодочной обороны кораблей при выходе из базы и на переходе моря отражения атак воздушных и надводных сил противника сегодня эти корабли обеспечивают испытания новейших образцов вооружения и военной техники для военно-морского флота личный состав кораблей совершенствует морскую выучку и профессионализм в ходе проведения общеплотских учений на рейде Кронштадта большой противолодочный корабль вице-адмирал Кулаков большие противолодочные корабли проекта 1155 составляют основу противолодочных сил военно-морского флота и способны действовать в дальней морской и океанских зонах на всех кораблях этих проектов будет проведена глубокая модернизация систем вооружения жизнеобеспечения и радиоэлектронного обнаружения в настоящее время аналогичные корабли несут боевую службу в водах Тихого Индийского и Атлантического океанов в 2016 году экипаж большого противолодочного корабля вице-адмирал Кулаков выполнял задачи боевой службы по маршруту северного морского пути а затем в составе корабельной авианосной группы северного флота в восточной части Средиземного моря участвовал в военной операции в Сирийской Арабской Республике пройдя 12 тысяч морских миль в июне 2017 года перешел на Балтийский флот для участия в главном военно-морском параде экипаж корабля профессионально подготовленные моряки достойные продолжатели славы и героических традиций моряков северного флота парадном строю тактическая группа ударных кораблей в составе новейших бригадов адмирал флота север Советского Союза Горшков и гвардейского корвета Сообразительный командует тактической группой капитан первого ранга Алексей Суглобов корабли вооружены высокоточными ракетными комплексами Калибр и Оникс с возможностью поражения как морских так и береговых целей оснащены зенитно-ракетными комплексами полимент редут имеют мощное артиллерийское и минно-торпедное вооружение новейший фрегат проекта 22350 адмирал флота Советского Союза Горшков построенный на судостроительном заводе Северная верфь в Санкт-Петербурге первый корабль океанской зоны спроектированный и построенный для военно-морского флота российской промышленностью фрегат адмирал Горшков наиболее сложный из всех существующих современных кораблей корабль оснащен самыми современными видами вооружения которые ранее не применялись в ходе его строительства было использовано более 30% совершенно новых уникальных технологий и материалов защитный контур корабля способен одновременно захватить и сопровождать до 16 летящих объектов что в сочетании с автоматической пушкой калибром 130 мм и автоматической системой наведения а также мощной системой радиоэлектронного подавления делает этот корабль практически неуязвимым в ближайшее время бригад войдет в состав Северного флота почетное право участвовать в главном военно-морском параде доверено морякам десантникам Балтийского флота в парадном строю тактическая группа десантных кораблей в составе большого десантного корабля Александр Шевалин и новейшего большого десантного корабля Иван Грен командует группой капитан третьего ранга Александр Шелестов Большой десантный корабль Александр Шевалин представляет морскую пехоту военно-морского флота корабль назван в честь дважды Героя Советского Союза контр-адмирала Александра Осиповича Шевалина В годы Великой Отечественной войны Александр Осипович командуя торпедным катером потопил 32 боевых корабля и транспорта противника Таких достижений в мире просто не было Экипаж большого десантного корабля Александр Шевалин 10 раз завоевывал приз главнокомандующего военно-морским флотом по десантной подготовке Большой десантный корабль Иван Грен представляет новое поколение российских десантных кораблей Второй десантный корабль этой серии Петр Маргунов был заложен в прошлом году на верфях судостроительного завода Янтарь Корабли этих проектов способны обеспечить транспортировку и высадку морского десанта действуя в дальней и ближней морских зонах а также осуществлять переходы внутренними водными путями Большой десантный корабль Иван Грен имеет достаточное для самообороны и поддержки десанта ракетно-артиллерийское вооружение В ангаре могут быть размещены два вертолета К-29 или один К-52 Корабль способен принять на борт до 380 человек морской пехоты и 36 единиц различной бронетехники В настоящее время в конструкторских бюро нашей страны идет разработка новых перспективных десантных кораблей для военно-морского флота По своим характеристикам и возможностям они будут превосходить все существующие зарубежные аналоги на рейде Кронштадта тактическая группа подводных лодок в составе больших дизель-электрических подводных лодок Владикавказ Великий Новгород и Колпино командует тактической группой капитан 2-го ранга Иван Сажаев подводников всех поколений всегда отличали высокий профессионализм и мужество любовь и преданность Родине За годы Великой Отечественной войны подводники совершили более 1200 боевых походов Итогом их боевой деятельности было потопление более 100 боевых кораблей и 300 транспортов противника общим тоннажем свыше 1 миллиона тонн А Великой подводной армаде Советского Союза в годы Холодной войны написаны книги сняты кинофильмы и телепередачи Достаточно вспомнить что в 1965 году на учениях Северного флота в море было развернуто 48 подводных лодок На маневры Океан 77 вышло 59 единиц На учениях Океан 80 в Атлантике действовали более 50 подводных лодок в том числе 21 ракетный подводный крейсер стратегического назначения За образцовое выполнение задания Верховного Главнокомандования и умелое руководство флотом период с 1965 по 1985 годы звания Героя Советского Союза и Героя Социалистического Труда удостоены более 50 адмиралов и офицеров подводников Мы глубоко благодарны им нашим старшим товарищам наставникам и учителям Фундамент морской мощи государства заложенный их руками оказался настолько прочным что и сегодня наши подводные силы одни из самых мощных и боеспособных в мире За образцовое выполнение задания Верховного Главнокомандования и умелое руководство флотом В период с 1965 по 1985 годы звания Героя Советского Союза и Героя Социалистического Труда удостоены более 50 адмиралов и офицеров подводников Современный подводный флот это воплощение передовой кораблестроительной мысли революционных идей в области создания и эксплуатации подводных аппаратов высокие боевые качества наших дизельных подводных лодок позволили им эффективно нести боевую службу успешно преодолевать противолодочные рубежи и осуществлять длительное слежение за подводными лодками вероятного противника в этом направлении особое место принадлежит дизель-электрическим подводным лодкам четвертого поколения проектов 636 и 677 обладая малой шумностью экономичностью большой дальностью и длительностью плавания вооруженные современными ракетными комплексами минно-торпедным вооружением перспективными радиотехническими и навигационными системами эти корабли в ближайшие годы составят основу подводных сил балтийского и черноморского плотов современные подводные лодки черноморского флота Великий Новгород и Кулкино имеют новейшее торпедное вооружение и ракетный комплекс Калибр на кронштадтском рейде ракетный крейсер маршал Устинов командует кораблем капитан первого ранга Сергей Алантьев ракетные крейсеры этих проектов предназначены для нанесения ударов по корабельным группировкам и крупным кораблям противника для обеспечения боевой устойчивости противолодочных поисково-ударных групп кораблей а также для выполнения задач противовоздушной обороны соединений и конвоев в удаленных районах мирового океана Время экстренного приготовления крейсера к бою и походу составляет всего 12 минут Мореходность корабля ничем не ограничена основным вооружением крейсера является комплекс ударного ракетного оружия В-500 базальт крейсер прошел глубокую модернизацию систем вооружения радиотехнических средств и средств связи на судостроительном заводе «Звездочка» в городе Северодвинске перед нами совершенно новый корабль обладающий современным ракетно-артиллерийским и минно-торпедным вооружением Впервые в истории Балтийского флота в парадной линии кораблей военно-морские силы Народно-освободительной армии Китайской Народной Республики корабли прибыли в акваторию Балтийского моря в рамках двусторонних учений «Морское взаимодействие 2017» Кораблям пришлось пройти через два океана Шесть морей Восемь проливов и заливов А также Суэцкий канал Первый этап учений моряки с успехом выполнили В маневрах приняли участие 20 кораблей и воздушных судов В рамках следующего этапа моряки двух стран отработают совместные действия в акваториях Охотского и Японского морей Проходит эсминец Хатвей Корабль принят на вооружение военно-морских сил Китая в 2015 году Корабль имеет 130-миллиметровую артиллерийскую установку Ракетный комплекс способный поражать воздушные надводные а также наземные объекты Экипаж корабля 280 человек Водоизмещение 7,5 тысяч тонн Скорость хода до 30 узлов Продолжает парадный строй фрегат Юньчен Корабль введен в состав Южного флота Китайской Народной Республики в 2010 году Экипаж корабля неоднократно совершал дальние морские походы Побывал с визитами в странах Средиземноморского бассейна а также в Великобритании и Франции Водоизмещение корабля 3600 тонн Скорость хода 27 узлов Экипаж 165 человек Командует отрядом кораблей контр-адмирал Юй Манцзан Впервые в отечественной истории в ходе главного военно-морского парада в Балтийском море самые крупные в мире тяжелые атомные ракетные крейсеры Ордена Нахимова Тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий Самый мощный и защищенный корабль в мире Командир корабля Капитан 1-го ранга Владислав Малаховский Корабль имеет возможность поражать крупные морские подводные и надводные цели Крейсер несет на борту 20 пусковых установок высокоточных крылатых ракет Гранит способных поражать цели на расстояние до 550 километров Противовоздушный комплекс РИФ С-300 На борту установлено мощное ракетно-артиллерийское и минно-торпедное вооружение Имеются два противолодочных вертолета К-27 Все это вооружение в сочетании с уникальными средствами обнаружения и слежения за целями мощной ядерной энергоустановкой позволяющей обеспечить неограниченное нахождение корабля в море делают крейсер неприступной морской крепостью На экранах тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения Дмитрий Донской Командир корабля капитан первого ранга Олег Цибин Проект 941 Тайфун разработан конструкторским бюро Рубин в Санкт-Петербурге Корабль превосходит по своим показателям все зарубежные аналоги Оснащен ракетным комплексом с баллистическими ракетами Имеет торпедные аппараты с торпедами и ракетоторпедами Скорость подводного хода достигает 25 узлов А глубина погружения до 500 метров Это единственный в мире корабль способный нести боевое дежурство у Северного полюса Его корпус способен крушить льды толщиной до 2,5 метров И вновь Санкт-Петербург где в эти минуты начинается воздушная часть военно-морского парада В небе над городом лучшие в мире корабельные вертолеты Ка-52К Катран Машины способны поражать бронированную боевую технику живую силу и воздушные цели противника на значительных расстояниях Ведущей группы заслуженный летчик-испытатель Олег Кривошеев Продолжают парадный строй авиации ударные вертолеты Ми-24 Ведущий группы подполковник Александр Смыков Над Сенатской площадью транспортно-боевые вертолеты Ка-29 Ведущий группы подполковник Юрий Кольцов Эти машины надежно обеспечивают высадку морского десанта и его огневое прикрытие В небе группа противолодочных вертолетов корабельного базирования Ка-27 Ведущий группы подполковник Олег Хоженко Вертолеты этих модификаций показали свою эффективность при обнаружении подводных лодок противника ведении морской разведки и выполнении поисково-спасательных операций Завершают показ вертолетной техники транспортно-боевые вертолеты Ми-8 Ведущий группы майор Евгений Даутов Ми-8 самый надежный неприхотливый и массовый по производству вертолет за всю историю вертолетостроения В небе над Санкт-Петербургом летчики морской авиации Черноморского флота наследники боевой славы и традиции 318-го отдельного смешанного краснознаменного Константского авиационного полка Ведущий группы противолодочных самолетов Бе-12 летчик первого класса подполковник Василий Гуминский За время эксплуатации этих уникальных крылатых машин поставлено 46 мировых рекордов В небе самолет Ан-140-100 Самолет предназначен для транспортных и пассажирских перевозок в различных климатических условиях Может использоваться на аэродромах с короткими и неподготовленными полосами Командир экипажа майор Алексей Барсуков Проходят военно-транспортные самолеты Ан-72 Ведущий группы подполковник Юрий Котловенко Самолеты незаменимы при доставке вооружения и военной техники в труднодоступные районы Арктики способны взлетать и садиться на грунтовые заснеженные и ледовые аэродромы В небе над Санкт-Петербургом легенды морской авиации противолодочные самолеты Ил-38Н Продолжают воздушную часть парада одни из самых больших и скоростных турбовинтовых самолетов в мире самолеты дальнего противолодочного обнаружения Ту-142МК В небе воздушный лайнер Ил-78 демонстрируется заправка самолета Ту-142 в воздухе ведущий группы полковник Игорь Толпыга Продолжают воздушный парад летчики 43-го Севастопольского Краснознаменного Ордена Кутузова штурмового авиационного полка Черноморского флота на лучших в мире сверхманевренных многофункциональных самолетах Су-30СМ поколения 4++ ведущий группы подполковник Андрей Когут Су-30СМ Игорь Толпыга В небе полонные истребители Су-33 279-го корабельного истребительного авиационного смоленского краснознамённого полка Северного флота имени дважды Героя Советского Союза Бориса Сафонова, ведущий группы полковник Павел Подгузов. В небе истребители морской авиации Су-27, ведущий группы истребителей подполковник Владимир Маслов. За время существования этими самолётами были установлены 8 мировых рекордов скороподъёмности, которые остаются непревзойдёнными и в настоящее время. В парадном строю лучшие в мире всепогодные истребители-перехватчики МиГ-31, ведущий пары майон-майор Роман Трунов. Группа из четырёх самолётов МиГ-31 может контролировать воздушное пространство протяжённостью до тысячи километров по фронту. В парадном строю бомбардировщики с изменяемой стреловидностью крыла Су-24М, ведущий группы подполковник Эдмон Незговоров. Боевая эффективность и надёжность этих самолётов была с успехом подтверждена в ходе военной операции в Сирийской Арабской Республике. В парадном строю морской авиации военно-морского флота палубные истребители МиГ-29К, ведущий группы подполковник Сергей Лучников. За штурвалами крылатых машин лётчики палубной авиации Северного флота. Самолёты этих типов легко превосходят любой из своих западных аналогов. Завершают парадный строй морской авиации шесть самолётов Су-25. Они расцвечивают небо над Санкт-Петербургом российским триколором. Вознаменование дня военно-морского флота — салют корабельной артиллерии. На видеоэкранах — залп салютной пушки тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий». Залпы салютных пушек, расположенных на фортах и защитных сооружениях Кронштадта. Салютуют корабли, стоящие на рейде Невы. Завершает праздничный артиллерийский салют — салютная батарея на Петропавловской крепости. Завершает праздничный артиллерии. Завершает праздничный артиллерийский салют. Завершает праздничный артиллерийский салют. Музыку главного военно-морского парада исполняет сводный оркестр военно-морского флота. В его составе Центральный образцовый оркестр военно-морского флота, Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы, Оркестры военно-морских учебных учреждений Санкт-Петербурга. Дирижер, заслуженный артист России, капитан первого ранга Алексей Караванов. Завершает праздничный артиллерийский салют. 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 Победных союзников есть у России армия и флот. В исполнении сводного оркестра военно-морского флота прозвучало музыкальное произведение «Армия и флот». Автор – народный артист России, генерал-лейтенант Валерий Халилов. Главный военно-морской парад завершен. Слава ветеранам военно-морского флота, морякам, конструкторам и кораблестроителям, судоремонтникам и вооруженцам. Да здравствует военно-морской флот, надежный страж океанских рубежей Отечества. Ура! 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 Итак, в прямом эфире.